здравствуйте дорогие друзья я очень рада приветствовать вас на своем канале сегодня мы с вами испечем очень вкусное очень вкусное печенье называется польское печенье мазурка бисквитная но для этого нам понадобится мука вот она мука у меня сахар яйца орехи сухофрукты и здесь у меня это ванилин щепотка соли и разрыхлитель и вот это собственно все выпекается очень несложно но печенье получается очень очень нежное очень нежное печенье и очень вкусное и для начала мы сейчас значит что сделаем в чашу мы выливаем яйца отправляем и сюда же отправляем ванилин щепотка соли сюда же вот и сахар сахар и мы переходим с вами на газовой плите так вот сейчас у меня здесь в кастрюльке кипит вода и я значит немножечко прям немножечко размешаю вот это все и на водяную баню почему потому что нам нужно для приготовления этого печенья нам нужно чтобы сахар полностью растворился прям вот ни капельки не оставалось поэтому мы сейчас его будем до полного растворения вода значит вот в кастрюле она не касается чаши до чаши достают только пары и будем помешивать до полного растворения сахара периодически вот так вот будем проверять на пальчик чтобы сахар не скрипел ну вот сахар растворился вот на ощупь уже вообще он не ощущается я помешивала постоянно потому что ну чтобы яйца не сварились и вот эта масса у меня сейчас в принципе чуть-чуть теплая и сейчас мы уже будем их взбивать все уходим с газа так и сейчас вот я в дежу миксера кухонного комбайна в дежу миксера я отправляю вот эти вот яйца с сахаром и буду взбивать до пышной пены до пышной массы до побеления вот так вот буду взбивать а потом мы с вами встретимся так ну вот друзья взбилась взбились яйца с сахаром вот до такой вот пышной массы что вот остается след даже хотя вот до такой вот вот так усиленно как на бисквит можно не взбивать почему потому что все равно здесь свое дело сделает разрыхлитель поэтому вот как-то так теперь мы сюда что делаем теперь мы в муку высыпаем разрыхлитель и перемешиваем перемешиваем и сюда в несколько порций отправляем муку отправляем и перемешиваем аккуратненько чтобы не посадить нам такими движениями складывающими до однородной вымешиваем вот так печенье это очень вкусное знаете она бисквитная да вот если вы потолще конечно вот я например на весь лист сейчас вот стандартный лист из газовой духовки значит и вот на весь лист я буду растягивать вот это значит вот тесто да если вы его сделаете ну в какую-нибудь форму потолще туда это будет уже мягкий пирог он тоже будет очень очень вкусный но однако он будет мягкий а так он краешки у него будут у этого пирога у этого печенья будут вроде как знаете как подсушенная немножко а вот мы уже сколько раз его пекли это печенье знаете а глоток чая кофе берешь в рот все печенье растворилась печенья нет настолько это вкусно и вот сейчас мы перемешиваем до однородного состояния так все перемешала я дар народного состояния теперь я отправляю сюда сухофрукты здесь у меня изюм черный коричневый белый и сушеная вишня я ее вишня была очень крупная поэтому я ее порезала кусочками помельче и сразу же чтобы лишний раз вот это не перемешивать орехи здесь у меня миндаль грецкий орех и кешью я предварительно в духовочке подсушила орех орехи и порезала вот довольно таки крупненькими кусочками вот так и тоже перемешиваем аккуратненько перемешиваем до однородности вот так вот и все печенье это печется очень быстро очень очень быстро я приготовила лист духовка у меня уже готова духовка ждет она разогрета до 180 градусов вверх-вниз вот я приготовила уже листик вот это тесто оно не должно стоять и аккуратненько выкладываю его частями чтобы легче было его растягивать по листику и и сразу же в духовку она стоять не должно вот только сделал это тесто замесил до вымешал как надо и все сразу же в духовку да я записываю вот так теперь мы сейчас это тесто все аккуратненько растянем по всему листу так ну вот друзья все разровняла я наш вот этот вот лист на весь лист тесто наше и срочно его отправляю в духовку разогретую до 180 градусов минут на 15 не более того так ну вот друзья готов наш бисквит мы проверяем его как на шпажку вот она должна выходить сухой чистой вот она сухая чистая шпажка наша вот так вот значит он готов мы вот так вот его аккуратненько берем вытаскиваем и отделяем аккуратненько краешки время чтобы не тратить так я отделила краешки теперь мы с вами вот так вот сделаем он еще очень-очень горячий оха на правда горячий такой потому что только-только он из духовки и вот порезать его нужно именно горячим потому что потом он просто будет хрустеть и ломаться вот так вот так вот мы сделали да вот так пойдет теперь мы аккуратненько снимем пергамент пирог пропекся печенье наше да пока он пирог потому что еще очень-очень горячий поэтому мягкий сейчас по мере того как он будет остывать он будет прям знаете хрустеть и будет очень-очень вкусно знаете попробовав один раз это печенье вы его будете печь всегда даже если вы сделаете чуть меньшую форму да значит это будет у вас уже пирог пирог ничуть не хуже посмотрите сколько сухофруктов здесь вот и теперь мы вновь его так как мы уже сняли вновь его перевернем и будем резать вот так ну вот и все теперь будем резать хотя бы знаете прям вот здесь на бумаге я порежу а потом уже можно по мере того как он остынет можно его перекладывать чтобы не травмировать его лишний раз сейчас но порезать это нужно обязательно так все порезала я сейчас им кусочек покажу возьму вот такое вот будет у нас печенье вот такое там очень много сухофруктов очень много орехов и она все красиво и пропеченная и со всех сторон она одинаковая румяная поэтому вот как-то так и вот она видите какое красивое печенье получилось она сейчас как остынет она так будет хрустеть и теперь как говорится под занавес я его присыплю сахарной пудрой и вот в таком виде она сейчас остынет его можно смело подавать к столу и поверьте мне ни один из ваших гостей не останется равнодушным вот к этому печенью у вас обязательно попросят рецепт обязательно потому что печенье просто вот обалденное ну вот и все печенье наше готово вот так вот она будет выглядеть на столе это очень очень красиво очень очень вкусно вот и все пеките на здоровье радуйте себя и своих близких а я желаю вам всего самого доброго до скорой встречи пока пока